Докладчик Следующий докладчик, моя любимая тема, я надеюсь вам она тоже нравится, встречайте. Благодарю, добрый день. В отличие от Макса, который нам говорил о социальной части нашей работы, я хотел бы чуть вас углубить в технические детали все же. Не знаю, хорошо это или плохо, но, наверное, после кофе уже будет хорошо. Итак, меня зовут Дмитрий Шаповалов, я инфраструктура инженер в Коза Клабс. Сегодня тема моего доклада это Data Encryption for Ruby Web Applications. Кто мы такие? Компания Коза Клабс это компания, которая занимается разработкой криптографических продуктов. Многие из этих продуктов open source доступны на GitHub. Мы также проводим тренинги, консультации различного рода. Моих коллег часто можно видеть на различных конференциях во всех уголках мира. Ну и кроме всего прочего, работая с множеством языков, мы, конечно же, очень любим Ruby, поэтому благодарим организаторам, и я с удовольствием отозвался и принял приглашение. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? В первую очередь, это, конечно, проблема утечек данных. Поговорим о том, каким образом, какие есть подходы к тому, чтобы снизить риски этих утечек, какие инструменты можно применять, что мы можем решить и чего мы не можем решить с помощью шифрования данных. Ну и в заключении мы посмотрим, каким образом можно один из инструментов интегрировать в готовое работающее Ruby Rails приложение. Итак, что на день сегодняшний человечество вообще знает о защите данных? На день сегодняшний у нас, в принципе, есть достаточное количество вполне криптостойких алгоритмов, ну, по крайней мере, считающихся на день сегодняшний криптостойкими. В первую очередь, конечно, это речь идет о блочных алгоритмах шифрования, а в первую очередь это, конечно, Reindel, также вам всем известный хорошо под названием AS, который используется в том числе в SSL, практически везде, где мы используем блочное шифрование. Шифрование дисков, SSL, ну, все что угодно. Кроме Reindel мы имеем также достаточно большое количество тоже вполне надежных криптостойких алгоритмов. В дополнение к всему этому мы имеем тонны информации, тонны документации по всему интернету, в которых есть вполне подробное описание как принципов действия этих алгоритмов, так и примеры их применения. Так почему же данные продолжают утекать? Статистика за 2018 год очень замечательная. По сравнению с 2017, огромнейший прирост, мы уже спокойно принимаем значение в сотни миллионов утекших записей, и, в общем-то, они уже нас не шокируют. Имея криптографические стойкие алгоритмы, имея документацию, крупные компании продолжают течь. В чем проблема? Отдельность такой, я сегодня постарался выделить Инстаграм, который буквально совсем недавно меня очень сильно удивил, утекшими паролями в плантексте. Ребята, 2018 год, какой плантекст, о чем мы говорим? Так вот, давайте разбираться. Что мы можем вообще сделать для того, чтобы снизить вероятность утечки данных с нашего приложения? Первое. Ну, мы должны понять, что мы хотим защитить. То есть классифицировать данные, которые нам нужно защищать. Второе. Мы должны понять, от чего мы хотим защищаться. То есть классифицировать угрозы и риски. Далее. После того, как мы классифицировали, и что хотим защитить, и от чего уже необходимо выбирать метод. То есть это как техники защиты, подходы, так и конкретные инструменты. Ну и последний этап, естественно, выбрав все это, мы должны все это благополучно встроить в, как правило, уже существующее, работающее приложение. К сожалению, я очень мало встречаю проектов, которые, ну, с самого начала при проектировании задумываются о достаточно серьезной системе безопасности. И, как правило, встраивание происходит уже в реально готовый и работающий проект. Классифицируем же наши данные. Все данные я бы предложил разбить всего на две простые группы. Это пользовательские данные и это данные сервисные. Что такое пользовательские данные? Это любая информация, которую мы получаем от пользователя, которую мы можем считать sensitive data. То есть это биографическая информация, это информация о человеке как таковом, это любая приватная информация. По сути, все то, что считают приватной информацией, такие документы, как GDPR, ну и же с ними. Что такое сервисная информация? По большому счету, это все, что обеспечивает работоспособность вашего приложения. Это аккаунты, пароли, сертификаты, ключи, токены и так далее. Почему именно на эти две группы я предлагаю разбить? Потому что разбиение на эти две группы очень хорошо ложится как в будущую схему технической защиты информации, так и в схему бизнес-рисков. Потому что бизнес-риски при утечке пользовательских данных – это compliance и legal. при утечке сервисных данных – это репутационные риски и риски качества. Какие у нас есть, какие вот, согласно статистике, это 2017 год, 2018 еще не закончился. Какие типы утечек данных? Начнем с малого. Инсайдерская информация. Далее. Физические потери. Physical loss. Раскрытие информации. Вольное, невольное, ошибочное. В результате сбоев программы, либо каких-либо человеческих факторов. И, естественно, 49% – это хакинг. Также мы можем обратить внимание на замечательный ресурс OASP, который приводит 10 наиболее существенных уязвимостей для веб-приложений. Опять же, статистика за 2017 год. Ну, основные вы видите. Большинство, по идее, должны быть вам знакомы. Это и инъекции, и проблемы с аутентификацией, и XSS, и многое другое. Сегодня, в дальнейшем, то, что я буду рассказывать, мы постараемся, скажем, потратив минимум усилий, закрыть максимум проблем из вот этих вот топ-10 рисков. Давайте рассмотрим типичное веб-приложение. Всем нам хорошо известные компоненты. Front-end, back-end, база данных. Здесь все просто. Что из этого и какие из компонентов могут быть атакованы? И где у нас есть риски? Везде. В типичном веб-приложении у нас любой из компонентов подвержен риску утечки данных. Front-end, понятно. Пользовательские данные. Ввод-вывод. Каналы связи, понятно. Back-end. Компрометация бэк-енда ведет к компрометации всей системы. База данных, как компрометация самой базы данных путем вторжения, так и, скажем, физический доступ к базе данных, опять же, ведет к компрометации и утечке данных. То есть, вся система практически не защищена. Какие у нас вообще есть пути для того, чтобы мы могли улучшить ситуацию? Опять же, я вижу два больших пути, две части. Решение этой проблемы. Это административный путь и технический. Надо понимать, что ни один из путей, это не панацея. И ни один из путей сам по себе не может гарантировать полностью вам безопасность вашего приложения. Потому что всегда найдутся люди, которые недобросовестные, скажем так, сотрудники, и техническими средствами вы эту проблему не решите. То есть, всегда это решение комплексное. Но сегодня административные мы рассматривать не будем, сегодня рассматриваем технические. Технические пути решения в большей части у нас касаются двух вещей. Либо инфраструктуры, либо самого приложения. Большей частью сегодня говорим о приложении, хотя там, где будем пересекаться с инфраструктурой, мы ее чуть-чуть коснемся. Каким образом мы можем уменьшить риски в приложении? В первую очередь. Ну, сейчас будет первых несколько пунктов, о которых знают практически все. Это аутентификация и авторизация. Самое главное при всем этом, это принцип наименьших привилегий. То есть, мы никогда никакому приложению не даем привилегий больше, чем нужно. Изначально отдаем необходимый минимум. Нужно будет больше, нарежем больше. Ни в коем случае не разрешаем все изначально. Фильтруем данные, как на вход, так и на выход. Это очевидно. Обязательно встраиваем проверку на безопасность и надежность пользовательских паролей. Надо заметить, что пароль, который трудно запомнить, и пароль сложный для подбора на день сегодня, что это принципиально разные вещи. То есть, здесь надо отчетливо это понимать. Использовать по возможности менее сложные форматы данных для общения между сервисами. О чем речь? Практически везде в эпоху микросервисной архитектуры мы, конечно, везде используем API. И практически везде у нас есть какие-то структуры, которыми мы обмениваемся. Чем сложнее формат, чем больше у него функционала, тем больше вероятность получить либо какую-то инъекцию, либо какие-то дополнительные риски. Известный пример с Ямл. С компрометацией приложений при помощи Ямл. Компартментализация. Все данные необходимо четко классифицировать. Нам зачастую нет необходимости все абсолютно данные защищать очень серьезно. Почему? Надо понимать, что любые действия по защите данных это всегда деньги. И огромные данные дебага производительности вряд ли нам стоит защищать так же серьезно, как мы хотим защищать пользовательские данные, которые соответствуют правилу по GDPR. Потому что там реальные финансовые риски, а здесь в принципе утекло и утекло. Поэтому четко нарезаем вот эти данные такого класса, эти данные такие и разделяем к ним доступ. Используем очень строгие запросы к базе данных. Опять же, принцип наименьших привилегий аналог в запросах. Мы никогда не используем и никогда не просим базу вернуть больше данных, чем нам необходимо. Security by default. Один из моих любимых пунктов. То есть все, что не разрешено, все запрещено и по умолчанию никаких паролей admin, admin, test, test или открытых портов, на которые можно легко подсоединиться, сокетов и так далее. Используйте безопасное соединение. Здесь иногда можно отходить от этого пункта, если, скажем, безопасность канала обеспечивается инфраструктурой. Вот это единственная договорка. Во всех остальных случаях это, как правило, ТЛС и, как правило, 1.3, 1.2. Ниже не опускаемся на день сегодняшний. Логируйте все, что возможно. Если и даже не если, а когда, да, данные все-таки утекут, выводите А, вы сможете быстро отреагировать, быстро локализовать проблему и по возможности быстро ее устранить. И последнее в этом списке, но не последнее по значимости, это хешируем пароли и шифруем sensitive data. О чем, собственно, чуть подробнее дальше. Начнем с простого, с хеширования паролей. Ну, опять же, привет, Instagram. Отсюда первое правило. Никогда не оперируйте паролями в плантексте. Единственная операция, которую вы должны делать с паролями в плантексте, это превращение его в хеш. Все. Превратили, забыли. Используйте односторонние хеш-функции там, где это возможно. Ну, а возможно, это практически всегда. Те случаи, когда это невозможно, составляют какие-то сотые доли процента, наверное. Какие хеши, какие хеш-функции мы используем для хеширования паролей? К сожалению, на день сегодняшний во многих приложениях все еще продолжают использовать хеш-функции MD5, SH1. Почему их нельзя использовать? На день сегодняшний эти обе функции подвержены двум видам атак. Pre-image-attack и collision-attack. В первую очередь для нас опасна collision-attack. Что такое collision-attack? Это, если говорить по-русски, это атака коллизий, то есть это задача подбора входного аргумента функции, при котором хеш, результирующий, будет такой, как целевой. Нам даже не обязательно подбирать такой пароль, который был у пользователя. Нам важно подобрать любой пароль, который подойдет под результат этой хеш-функции. И при сегодняшних вычислительных мощностях в принципе любой стационарный компьютер позволяет MD5 подобрать в течение нескольких секунд. То есть про MD5 мы забываем, как про страшный сон. SH1 тоже подвержен, поэтому забыли. SH1 подвержен именно из-за достаточно короткой длины. Казалось бы, есть SH256, SH512. Увеличиваем длину, уменьшаем проблему. То есть риск перебора, риск жесткого брутфорса мы сводим на нет. Но использовать их в качестве хешей паролей тоже нельзя. Почему? Потому что обе эти функции не используют соль. То есть дважды введенные пользователем один и тот же пароль, на выходе получаем тот же самый результат. Это недопустимо. Соответственно, мы можем использовать дальше таблицы для атак. Соответственно, про два этих хеша забываем. Что можно использовать? На день сегодняшний есть четыре алгоритма хеш-функции, достаточно распространенных, скажем, для общего назначения, которые я бы рекомендовал использовать. В первую очередь, это Argon2. Эта хеш-функция победила на соревновании стандартов 2013 года. И, в принципе, на день сегодняшний практически во всех новых приложениях, которые мы пишем, KDF2, Bcrypt и Scrypt тоже на день сегодняшний считаются надежными и не скомпрометированными, поэтому их можно использовать. В чем разница? Когда мы выбираем функцию хеширования, мы всегда должны понимать, что они не одинаковые. Функции хеширования разнятся, кроме всего прочего, своими внутренними алгоритмами. Одни сложнее, другие проще. Если говорить, скажем, очень просто, то всегда есть цена брутфорса. То есть, чем сложнее алгоритм, который содержится в хеш-функции, тем выше цена брутфорса, тем больше надо вычислительных мощностей для того, чтобы подобрать пароль. Но есть, соответственно, обратная сторона. Если нам надо работать с огромными объемами данных, а вычислительные мощности ограничены, нам надо искать компромисс. То есть, подбирать хеш-функцию таким образом, чтобы мы уложились в наши задачи по производительности, но при этом не потеряли безопасность. Давайте же перейдем к чуть более сложным вещам. Собственно, шифрование данных. Ожидание как у нас выглядит. Выбрали алгоритм, реализовали пароль, зашифровали, положили в базу. Красота, вроде бы все работает. Смотрим в базу данных, в базе данных все зашифрованные данные, все отлично, все красиво. На самом деле, это фикция. Мы не защитили практически ничего. Компрометация приложения вызовет компрометацию, опять же, всей системы. Как правило, в таких случаях ключ от шифрования, от симметричного шифрования, лежит там же, ну то есть на том же самом бэкэнде. Компрометируя бэкэнг, мы компрометируем всю базу данных. Мы компрометируем полностью все данные, мы получаем к ним доступ. И, в общем-то, по сути, ничего мы не добились. Как выглядит реальность? Реальность выглядит примерно следующим образом. То есть мы должны подойти серьезно к разработке инфраструктуры нашей. Мы должны выбрать уровень абстракции, на котором мы будем интегрировать криптографию. Собственно, выбор алгоритма, выбор параметров алгоритма. Здесь тоже часто люди стреляют себе в ногу. Выбор конкретной библиотеки. И, в общем-то, одна из фишек, о которой многие забывают, это дизайн кей-менеджмента. Важно понимать, что в случае применения криптографии зачастую безопасность системы обеспечивается безопасностью именно кей-менеджмента, а не функций для шифрования как таковых. Давайте посмотрим на вот такой график, достаточно простенький. По вертикали у нас сложность интеграции, по горизонтали это уровень абстракции. Чем ниже уровень абстракции, тем сложнее интегрировать. И зависимость эта явно нелинейная. Самая сложная интеграция у нас, естественно, для алгоритма. Если вы хотите реализовать в своем приложении самостоятельно какой-либо из алгоритмов шифрования, я бы настоятельно не рекомендовал вам это делать. Почему? Потому что для правильной имплементации этого алгоритма необходимо прочитать тома по криптографии. Там очень много параметров даже для старта, поверьте. Гораздо проще уже использовать библиотеки, коих есть достаточное количество. Еще проще использовать готовые программные комплексы. Я бы предложил посмотреть на разделение примерно следующим образом. Для криптографов я бы предложил заниматься реализацией криптоалгоритмов и написанием библиотек. А для разработчиков прикладных приложений использовать в большинстве своем готовые решения, либо в отдельных случаях использовать библиотеки. Почему именно так? Потому что, согласно статистике, большинство случаев, когда безопасность не работает, это ошибки в имплементации алгоритмов. Ошибки в имплементации вообще криптографии в вашем приложении. Лишь 17% это случаи, когда использовали слабый алгоритм и действительно взломали сам алгоритм. Остальные 83% это ошибки в имплементации. Какие это ошибки в имплементации? Ну, типичные. То есть считаем, что TLS вполне достаточно. В чем ошибка? Ну, естественно, в том, что мы можем перебросить пользователя принудительно, скажем, на 80-й порт, сказать, что 443-го у нас нет. Да, и продолжить с ним работать. Во многих случаях можете проверить со многими приложениями, с которыми работает, это срабатывает по сей день. Конец 2018-го года. Плохой общий криптографический дизайн. Ну, пример я приводил с внедрением ключа непосредственно в бэкэнд. Небезопасная модель управления ключами и проблема в аутентификации. Одна из любимых наших картинок компании. Мы всегда говорим, не старайтесь писать свою крипту. Выберите инструмент и применяйте его правильно. Это даст гораздо больше эффекта. Но если вы все-таки решили сами писать и использовать, ну, буквально вот в двух словах. Какие использовать алгоритмы шифрования? Ну, на день сегодняшний AES-256 в режиме GCM. Это каунтер-мод Галуа. Других альтернатив на день сегодняшний нет. Почему нет? Казалось бы, есть достаточно много алгоритмов, которые на день сегодняшний считаются не скомпрометированными. Это тот же самый туфиш. Надо понимать, почему мы считаем на день сегодняшний алгоритм AES-256 не скомпрометированным. На чем вообще зиждется наша уверенность, уверенность всего человечества, что зашифрованное с помощью AES-256 надежно. А зиждется на одном простом факте. Только на том, что с момента принятия AES-256 в качестве стандарта никем он не был взломан. Нет математического пруфа, нет доказательства того, что этот алгоритм надежен. И все человечество верит, что если за длительное время этот алгоритм не был взломан, значит, что он надежен. Другого, увы, у нас сейчас нет. Поэтому есть много замечательных алгоритмов. Но чем менее популярный алгоритм вы выбираете, тем меньше его тыкали палкой. И тем меньше вероятность того, что он достаточно надежен. Библиотеки. Я привел три библиотеки, вполне используемых. Bcrypt, Ruby, Natri-Chlor, это обертка для липсодиум под Ruby, Ruby-Temis. И, собственно, коробочные или некие системные решения. Большой список, среди которых, наверное, надо отметить самые известные SSH и Vault, которыми тоже, наверное, большинство пользуется. Каким образом реализация шифрования данных должна выглядеть с точки зрения специалистов нашей компании? Прежде всего, давайте поговорим об архитектуре. Мы должны четко осознавать, что всегда юзабилити и секьюрити лежат абсолютно по разной стороне весов. Увеличивая секьюрити, мы ухудшаем юзабилити. И наоборот. Почему это важно отметить в самом начале разработки? Потому что, возвращаясь к вопросу классификации ваших данных, которые вы хотите защищать, надо понимать, что мы не можем защитить все. Почему? Когда человек хочет жить в свое удовольствие, он строит примерно вот такое строение. Большие окошки, красивые веранды, замечательные газончики. Если человек хочет защищаться, он строит вот такое строение. Это неудобно, но это более безопасно. Он сужает окошки, он уменьшает двери и делает более надежным свое жилище. То же самое в криптографии. Когда мы хотим обеспечить безопасность, мы в первую очередь должны снизить поверхность атаки. То есть уменьшить поверхность атаки. Поэтому мы не можем защитить все компоненты одинаково, хорошо и сильно. Потому что пострадает юзабилити и пострадают ваши пользователи. Каким образом можно решить эти две проблемы? Совместить и юзабилити и секьюрити. Давайте в нашу схему встроим еще один компонент. Decryption proxy. И постараемся на него вынести все, что нам необходимо для обеспечения безопасности всей нашей системы. Сделаем его максимально простым и максимально надежным. Сделаем его таковым, чтобы защитить его было очень просто. И на пользователей это не влияло. Как это сделать? Давайте посмотрим, каким образом в этой схеме будет происходить поток данных. Пользовательский ввод. Нешифрованные данные передаются на backend. Backend их шифрует. После этого шифрованные данные передаются прозрачно через этот decryption proxy. И попадают в базу данных, где сохраняются. Обратный путь. Чтение из базы данных. Расшифровывают данные decryption proxy. На backend они уже попадают в расшифрованном виде. Происходит необходимая обработка и, соответственно, вывод. Мы видим в этой схеме... Давайте сейчас вначале рассмотрим транспорт. Мы видим по транспорту две проблемы. Два проблемы их участка. Это участок между фронтендом и бэкендом. И участок между бэкендом и decryption proxy. Защитить проще простого. Включили ТЛС с пиннингом сертификатов и обязательной проверкой пиров. Получили результат. В принципе, на данном моменте можно считать, что транспорт защищен. Транспорт между decryption proxy и базой данных тоже можно обернуть в ТЛС. Но в любом случае там уже ходят зашифрованные данные. Ключа для зашифрованных данных в базе нет. То есть компрометация базой данных уже в данном случае не ведет к потере данных. То есть к утечке данных. Каким образом выглядит архитектура с учетом ключей и, собственно, шифрования? Мы обратили внимание, что шифруют данные бэкенд, а расшифровывают decryption proxy. Почему такая асимметрия? Все дело в том, что на бэкенде лежит лишь паблик-ки. То есть публичный ключ, который можно использовать только для зашифрования данных, но нельзя использовать для расшифрования. А приватник лежит только на decryption proxy. Таким образом, единственный элемент всей этой системы, который нам надо защищать, это decryption proxy, который из себя представляет, по сути, примитивный proxy, занимающийся расшифровкой. Имеет при этом один порт на вход, один порт на выход, соответственно, в сторону базы данных. Все. То есть защитить любыми ACL-ами такую конструкцию очень просто. Защитить можно, используя в ACL-ах вполне конкретные известные нам IP-адреса, вполне конкретные известные нам роли и приложения, которые будут использовать этот decryption proxy. Более того, используя пары паблик-ки и прайват-ки для каждого клиента отдельно, свои пары, чего мы добиваемся? То, что даже компрометация бэкэнда в данном случае не ведет к компрометации данных всей базы данных. Ну хорошо, скомпрометировали мы бэкэнс, скомпрометировали мы одного юзера. Максимум утечки, которая может в этом случае случиться, это утечка данных об этом пользователе, которому мы скомпрометировали. Все. Таким образом, компрометация фронтэнда, компрометация бэкэнда, компрометация базы данных не ведет к утечке данных в вашей системе. Ну а теперь давайте рассмотрим пример, каким образом это можно интегрировать. Ну, ожидаемо, скажем, мы это покажем на одном из своих продуктов. Продукт open source, доступен на GitHub, можно его посмотреть, почитать документацию, посмотреть код. Еще один на GitHub у нас проект есть, это Acroengineering Demo, который позволяет все это дело очень просто развернуть и запустить буквально одной командой. Демонстрировать это будем с использованием проекта RubyGems, который, по моему мнению, достаточно хорошо подходит для того, чтобы показать, как можно в готовый проект достаточно просто встроить криптографию. Итак, наша уже известная схема. В данном случае Decryption Proxy мы называем AcroServer в нашем наборе компонентов. И второй элемент, который нам необходимо встроить, это необходимо встроить, собственно, модуль для шифрования на бэкэнде. Что мы делаем? Здесь все просто. Добавляем джем. Второй пункт. Модифицируем модели. Но тут, к сожалению, вам не очень хорошо будет видно. Все, что нам необходимо сделать, это, по сути, изменить тип данных. Тип данных, которые предоставляют ActiveRecord, на тип данных, которые предоставляют этот модуль. Это джем. Третье, что мы делаем? Мы добавляем в конфигурацию публичный ключ. Изменяем в настройках нашего приложения IP-адрес или название хеста с базы данных на Decryption Proxy. И конвертируем в базе данные из строкового типа в любой тип binary. Это все. Это все, что необходимо сделать для того, чтобы приложение RubyGems начало шифровать, расшифровывать данные по той схеме, о которой я рассказывал. То есть мы исповедуем тот принцип, что для того, чтобы пользоваться криптографическими инструментами, не нужно было прилагать очень много усилий. Не нужно было, скажем, читать тома и становиться, собственно, криптографом. Берете готовый инструмент, если он хорошо описан, если он хорошо документирован, если он open source, и применяйте его у себя. Есть модули для нас, пожалуйста. У нас там, по-моему, языков 7, наверное, есть модули. И библиотеки, которые мы используем, они портируем. Ну, на Raspberry запускали, там еще на других жилетах. Теперь давайте вернемся к таблице Top 10 Security Risks и посмотрим, чего нам удалось достичь, внедрив вот такую схему. А закрыли мы 6 из 10 рисков. Инъекция. Я сейчас на секундочку верну вот этот слайд. Обратите внимание, на AcroServer, вот там есть значок Firewall. Это очень важный момент. То есть в дополнение к тому, что при компрометации бэкэнда мы утекают только данные пользователя, которого скомпрометировали, кроме всего прочего, мы ставим Application Firewall, который работает на седьмом уровне модели OSI. И, соответственно, фильтрует или блокирует, или шлет алярму куда-нибудь в какой-нибудь CM о том, что система скомпрометирована, если приходит нетипичный запрос. Ну, например, Select all from accounts. Если мы знаем, что наше приложение таких запросов в принципе не может генерить, мы можем настроить наш CM или зафильтровать, или просто включить алярму на подобного типа запросов. Теперь возвращаясь к этому слайду, мы можем блокировать инъекции. Мы практически снижаем риски проблем с аутентификацией. мы снижаем риски несанкционированного раскрытия данных. Мы уходим от рисков проблем с ACL-ми, с доступом. Мы практически свели на нет проблемы с конфигурацией security, потому что у нас есть один маленький простой элемент, который нам надо бережно хранить и защищать. Мы добавили логов и мониторинга и, по сути, закрыли 6 из 10 проблем. Остальные четыре этими средствами закрыть практически нереально. Остальные четыре – это реализация в самом приложении. То есть это необходимо позаботиться при разработке. Пару слов о акро-энжиниринг-демо. Если вас это заинтересует, опять же, ссылка будет. Можно зайти на GitHub, вы вводите одну команду, полностью разворачивается вам комплекс с RubyGems, с веб-интерфейсом для базы данных, с графиками, графаны, с трейсами. Кстати, мы добавили трейсы, это очень увлекательная вещь. Об этом как-нибудь позже. И вот, собственно, команда, вот ссылка. Я на секундочку задержу, если кому-то интересно. Все есть на GitHub. Собственно, это все, наверное, что я сегодня хотел сказать. Линки, благодарю вас. Если есть вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Спасибо за доклад. Я хотел бы уточнить, получается, если ставить этот прокси, то реализационная база превращается в такое себе подобие в максимум кей-вэлью, потому что мы теряем все особенности SQL, индексы, полнотекстовый поиск. Даже банальный поиск меньше-больше равно, то есть оно пропадает. У нас максимум поиск поравно. То есть получается у нас база революционная, все такие вэлью, не более. Спасибо за вопрос. Отчасти вы правы, но лишь отчасти. Объясню почему. Я не зря в самом начале говорил про разделение типов данных, про классификацию. И шифрование только тех данных, которые нужны. Это часть проблемы, о которой вы говорите. Нам не нужно шифровать все данные. Мы часто ведем поиск по тем данным, которые не нужно шифровать. Ну а в дополнение ко всему, у нас на выходе в следующем релизе уже будет поиск по шифрованным данным. На свой план ДИКСов. На день сегодняшний, в принципе, в драфте он уже есть, и мы его практически реализовали. Ожидаем его в ближайшем релизе. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Иван. Можно посмотреть еще раз слайдик там, где схема интеграции. Там есть две полосы. Другая, там где еще есть нижний слой. Еще дальше. Нет, значит, вперед. Сейчас. Ага, я понял, понял, о чем речь. Вот, наверное, здесь, да? Да, да, да. И вот нижнюю часть показать тоже. Я так понимаю, что есть некоторый интерфейс, где бэкэнд может запросить, чтобы часть данных была расшифрована при помощи Decryption Proxy. Есть такой интерфейс. То есть если скомпрометирован бэкэнд, почему вы говорите, что только данные одного клиента могут быть скомпрометированы? Потому что нужно достать, получается, все. Я вас понял. Значит, смотрите. Для каждого клиента мы применяем свою пару приватника и публичника. Скомпрометировав клиента, мы получаем доступ только к той информации, которая зашифрована публичником этого клиента. Все. Речь шла о том, если скомпрометирован бэкэнд. Та абстракция, которую вы построите в приложении, та и будет считаться клиентом. В зависимости от того, как выглядит ваше приложение, бэкэндом может быть, как полностью все ваше приложение, вернее клиентом может быть, как все ваше приложение, с единственной парой ключей. Так и разделить можно по отдельному клиенту вашего уже приложения. И в таком случае вы больше себя обезопасите. То есть на каждого клиента, чтобы это все работало, нужен отдельный инстанс бэкэнда? Не обязательно. Почему? Потому что если он будет один, то если он скомпрометирован, то он имеет способ общения с декрипшем прокси, может запросить любую информацию. Ключи, то есть используется шифрование с аутентификацией, то есть использовать пару ключей можно только используя пароль. Если утек пароль одного пользователя, использовать другие пары ключей не получится. Спасибо. Там, кстати, если я не ошибаюсь, это все работает над темисом, да? Там темис, это более low-level либо, там можно поколупаться, посмотреть, как это работает на самом деле. Так, ахтоп. Спасибо за доклад. У меня два вопроса частично. Смотрите, как мастюбируется сам декрипшем прокси? То есть в случае его отказа, то есть получается выйдет из строя все приложение? Или как-то оно там масштабируется, то есть сам декрипшем прокси? И второй вопрос, какой overhead дает вообще внедрение этого декрипшем прокси, то есть просадка по производительности приложения? То есть есть ли какие-то бенчмарки, то есть замерялось там, допустим, select all там всех от этих зашифрованных данных? Спасибо. Спасибо за вопросы. Значит, по первому вопросу, по надежности, естественно, мы об этом подумали. Декрипшем прокси – это стейтлесс штуковина, поэтому мы спокойно его множим и спокойно ставим, скажем, перед каждой из реплик и базы данных. Более того, опять же, у нас на гитхабе есть пример для разворачивания стенда в вариантах HA. Там, по-моему, два их есть. Да, я два делал. Значит, там есть два варианта, когда мы ставим либо… Ну, в общем-то, посмотрите, там детально все расписано, нарисованы схемы. В любом случае, есть как минимум два варианта вполне успешного его использования. Я имею в виду без потери безопасности, без потери уровня безопасности. Вопросы замеров производительности и испытания у нас еще идут. Мы не готовы озвучить какие-либо числа. Почему? Потому что для того, чтобы их озвучить, необходимо провести испытания, ну, скажем, обоснованно, с описанием четким стендом, то есть с определенной процедурой. Мы даем инструменты для замера потерь этой производительности со стороны… ну, при внедрении. Инструменты эти следующие. Мы экспортируем метрики в нативном формате для Prometheus. Пожалуйста, их можно собирать. Мы экспортируем трейсы. Это то, о чем я вам сказал. То есть можно в трейсах отслеживать время действия каждой из функций нашей библиотеки. То, что мы видели на день сегодняшний, overhead, ну, там минимальный. То есть там в единицах процента измеряемый, если мне не изменяет память. Но официально мы пока не готовы, скажем, озвучивать эти числа. Спасибо. Скажем так, я чуть-чуть дополню. Ну, в принципе, если вы не рукожоп из Инстаграма, вам в любом случае, например, надо шифровать там те же пароли. И сейчас это делается на уровне аппликейшена. То есть половина из этих библиотек вообще Pure Ruby, которые как бы… У вас overhead в аппликейшене всегда будет выше, чем на более низкоуровневой вот этой штуке. То есть, допустим, тот же там прокси для BD, либо на уровне BD, как бы это все равно будет быстрее. Ну, по-любому. Вот. Ну, либо вы вообще не шифруете. Не, ну, вообще, в принципе, ты все равно будешь что-то шифровать, да. То есть, грубо говоря, тебе там, ты берешь там SSN-ы, например, какие-нибудь и так далее. То есть те данные, которые ты будешь шифровать, ты все равно будешь шифровать. Только там где-то их будешь шифровать, как бы это уже второй вопрос. Но, ребят, дело в том, что на день сегодняшний, когда практически в каждой железяке, даже самой маленькой, на аппаратном уровне есть поддержка шифрования IES, ну, overhead крайне маленькие. Да, только половина библиотек не умеет в эту аппаратную поддержку. Вот то-то и дело. Да. Спасибо за доклад. Очень интересно. А вот такой вопрос. А можно вот эту вот штуку использовать, ну, чтобы этот путь с encryption, decryption через decryption proxy шел только для некоторых там sensitive, ну, там какое-то количество N-sensitive полей, а всех остальных, чтобы оно шло дальше, ну, просто напрямую к базе, чтобы не было вот этого overhead через decryption proxy. Оно поддерживается? Я понял, я понял ваш вопрос. Ну, смотрите, если мы рутим запросы вокруг нашего decryption proxy, то это уже задача бэкэнда, как вы видите, и схема. В любом случае. То есть мы, как только мы начнем, скажем, усложнять функционал decryption proxy, мы сразу же потеряем его, а, надежность, безотказность и, собственно, безопасность. А мы этого очень не хотим делать. Все, что там есть, это, собственно, возможность настройки минимума для работы. Большая часть – это настройка application firewall. В дополнении, у нас в ближайшее время должен появиться вариант, когда decryption proxy превращается в encryption-decryption proxy. То есть, как вариант, когда шифрование происходит полностью на вот этом проксе в обе стороны. И тогда будет настройка полей. Оверхед для обычных запросов, скажем, которые транслируются напрямую и не обрабатываются, ну, я не думаю, что он достаточно высок. Хотя в высоконагруженных, наверное, да. Но если мы сталкиваемся с тем, что нам необходимо вот эти уже доли процента, проценты считать в нагрузке при обработке, по-моему, тогда уже имеет смысл на уровне 7 или там на уровне ниже чуть-чуть рутить эти запросы вокруг decryption proxy и реализовывать это все уже на бэк-энде, реализовывать это, скажем, на базах данных, разделением по типам данных и так далее, и так далее. Спасибо. У меня есть вопрос. Вы там показали, что добавляется библиотека, еще один уровень там, я не знаю, работы со стором рельсовым, да. Это только с рельсами работает или можно использовать любые? Я не знаю, сиквел там. Ну, только актик-рекорд. И есть ли вообще возможность использовать вот без, ну, с минимальными настройками, что вот этот decryption proxy тупо принимал SQL, и все. Вы имеете в виду, какие диалекты SQL поддерживают? Не, не, не. Грубо говоря, на уровне драйвера есть какая-то библиотека, то есть вот когда, ну, то есть это не приблудок, актик-рекорду высокоуровневого, а просто типа как на уровне драйвера, там, пасгресса, например, да, то есть если ты посылаешь чистый запрос, есть ли возможность работать с чистыми, например, запросами либо с другими? Абсолютно. Дело в том, что decryption proxy в нашей реализации, он абсолютно прозрачен. Приложение не замечает, работает оно с базой данных либо работает оно с decryption proxy. Для нее в decryption proxy есть база данных. Именно в этом вся идея, то есть абсолютная прозрачность. Непрозрачность состоит в одном лишь. Если в ответ на запрос приходят шифрованные данные, мы их определяем по сигнатуре и расшифровываем, если есть для этого ключи, настройки, ну и так далее, и так далее. Вот, во всем остальном абсолютно прозрачно. То есть в принципе ваш модуль можно использовать, а самому представать, отдавать, а он... Ну, хорошо, пожалуйста, зашифруйте, а расшифровывать чем? Так, у нас же decryption proxy можно расшифровать. Так, мы говорим за прозрачность decryption proxy именно. А вы имеете в виду на стороне клиента зашифровывать чем-нибудь другим? Или как? У нас в бэкэнде есть decryption. Да. А мы рекрептуем данные каким-то ключом. И у нас есть трайвер или воду для активрекорда, который это все делает. Ну, могут быть ситуации, когда у нас нет активрекорда. А, я вас понял. Я вас понял. То есть вас интересует уровень абстракции просто. Все. Значит, смотрите. Это все есть настройкой над базовой библиотекой libthemis. То есть есть libthemis. Это библиотека сишная, которая доступна в системе. Есть дальше настройка, обертка rubythemis, которая работает с ruby. И выше настройка активрекорд. Поэтому выбирайте любую уровень абстракции, встраивайте и работайте. Без проблем. Насколько я понимаю, то есть когда мы запрашиваем данные из базы, они идут декрептируем прокси. Если он видит, что там есть зашифрованные данные, он их расшифровывает. Так вот откуда он знает, какой ключ использовать для расшифровки? Как это настраивается? Там есть несколько режимов. Более детально, наверное, все-таки лучше почитать документацию, потому что она весьма объемна. Если кратко, значит, есть режимы, в которых используются ключи для разных сессий. То есть есть несколько бэкэндов, имеем несколько пар ключей. И в зависимости от того, какая из сессий используется, мы эту пару ключей применяем. Есть возможность определять непосредственно клиента ID, то есть идентификатор клиента, использовать эту пару ключей. То есть там есть несколько режимов, в которых эта схема работает. Там просто надо подобрать необходимый и удобный для конкретной реализации. Что имеется в виду подсессии? Имеется в виду соединение между AccraWriter, это модуль для шифрования и Accra сервером. То есть он соединяется вот здесь. Если, скажем, нырнуть чуть детальнее, сейчас я покажу. Вот здесь вот, на бэкэнде, у нас кроме AccraWriter обычно устанавливается так называемый AccraConnector. Какая его задача? Его задача обеспечить безопасный канал между бэкэндом и Decryption Proxy. Безопасный, почему? Потому что ТЛС хорош, но он работает без аутентификации. Secure Session, который предоставляет пара, а AccraConnector, AccraServer работает с аутентификацией и позволяет удостовериться в том, что обе стороны могут доверять друг другу. И вот в этом случае используется понятие сессии, в этом случае используется понятие клиента иди и так далее, и так далее. То есть здесь, наверное, уже более глубоко лучше обратиться к документации. Ну, либо, так сказать, я готов ответить на вопросы уже там чуть позже. Спасибо. Отличный вопрос, спасибо. PostgreSQL, MySQL, день сегодняшний. PostgreSQL этого хватит. Я правильно поняла, что это может работать не только с рисами, но и с ханами, где есть entity? Чуть детальнее, пожалуйста. Ну, может, да? Отлично. Так, ну, перед тем, как мы перейдем к обеденному перерыву, смотрите еще, какая штука вообще на самом деле. Вот половина вот этих всех датабричей, да, и всего такого, из-за того, что действительно люди начинают колхозить, и вот действительно такие штуки, как комплексные решения, да, вот, допустим, есть прекрасный Lipsodium, да, над ним там Urban Knuckle, и если вам нужно там взять, допустим, какую-то конкретную там имплементацию АЕС и так далее, лучше идти к комплексному все равно решению, потому что в итоге получается там, вот недавно совсем я видел, где-то популярная очень библиотека, отдельная, по какому-то там одному из методов аутентификации, и там ей пользуются там 20 тысяч старов на GitHub, как бы, я захожу, а там два приватных ключа, тот, который изгенерен на юзере, и тот, который на клиенте, вот, они сравниваются в итоге, как бы, через STRCMP, как бы, который течет в память, короче, тайминг атаки там во все поля, и такие люди приходят, такие, вы что, совсем как бы, вот, поэтому если брать, как бы, и защищаться, так защищаться, это вот действительно надо брать проверенные и комплексные решения, которые, там, грубо говоря, даже если вы возьмете, там, если вы на колхозите, там, возьмете библиотеку с ХА, там, и библиотеку, там, еще с каким-нибудь, там, потоковым шифром, и вы между собой их можете соединить так, что лучше бы вы вообще не брали шифрование. Вот, давайте это все обсудим на перерыве, сейчас там, по идее, уже должна подъехать еда, вот, у нас есть чуть меньше часа, вот, докладчику спасибо большое. Спасибо.